Музыка 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 Музык Продолжение следует... 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 За речи в этом году принимают участие только в розыгрыше чемпионата России и Кубка России. Команда «Динамо» Краснодар успешно играет в Кубке Европейской конфедерации волейбола. В следующем раунде, который состоится с 3 по 12 марта, команде из Краснодара, команде «Динамо» предстоит сыграть с командой «Нант» из Франции. Две игры, игру в Краснодаре, игру во Франции. В случае победы динамовские волейболистки выходят на победителя пары Безье Робита. Итак, 0-0, возвращаемся в Одинцово, в этот прекрасный дворец спорта. 0-0 подает Фейгарай номер 16, бразильский легионер. Команда «Динамо» Краснодар. Темповая передача 13-му номеру Ирины Фетисовой. На треном блоке Татьяна Кошелева реализует первую доигровку в этом матче. 1-0. 1-0. Впереди «Динамо» Краснодар. Продолжает подавать Фернандо Горай. Опять в Анастасию Бовыкину. И сама же Анастасия будет атаковать от блока в крайнюю руку Татьяны Кошелевой. 1-1. 1-1. И Анастасия отправляется подавать. Анастасия Бовыкина доигровщица Одинцовского клуба «Заречье». Воспитница московской школы волейбола. Игрок сборной страны. Итак, третий номер Анастасия Бовыкина. Атака пайпом. Любовь Соколова не справляется с блоком Ирины Фетисовой. 2-1. Впереди «Заречье». Немного не в темп, мне показалось, была передача. Не поняли друг друга сейчас волейболистки Краснодара. Итак, 2-1. Не получается подачи Анастасии. Бовыкина счет 2-2. На подачу отправляется Наталья Дианская. Центральный игрок «Динамо Краснодар». Хорошая атака спереди первым темпом. Хорошо пришла Ирина Фетисова. Ольга Ефимова, извините, связующая «Заречье». Не стала откладывать голый ящик. Взаимодействие со своим центральным игроком. В результате очко в активе «Заречье». Сама Ирина будет подавать. Ирина Фетисова также игрок нашей национальной сборной. В этом году Ирина получила почетный приз. Лучший центральный, лучший блокирующий игрок розыгрыша мирового гран-при. Доигровка у Краснодара. Тонкий обманный удар у Татьяны Кошелевой не проходит. Достают токенцовские волейболистки. И не поняли сейчас друг друга либера команды Светлана Гришкова и Фернандо Горай. Они с ними разобрались и никто будет обрабатывать этот мяч. Счет 4-2. 4-2 впереди «Заречье». Ирина Фетисова подает. Фернандо Горай летит подача. Двойной блок. Татьяна Кошелева еще раз будет нападать. Пытаются тремя блоками отыграться. Одинцовский волейболистки поставит 3 блока. Марина Деброва. Но не успела, не получилась. И косо вход на хорошей высоте. Татьяна Кошелева обрабатывает этот мяч. Уверенность 4 по 4. Фабиола, связующая сборной Бразилии «Динамо-Краснодар». Подает в Анастасию Павыкину. В дальнюю сторону передачи Ольги Ефимовой. Обман прочитали. Забег Любы Соколовой из второй зоны не увенчался успехом. 5-3. 5-3 впереди Одинцова. Заречи же проведет 6 февраля в рамках следующего тура чемпионата России. Игру у себя дома с Челябинском. «Динамо-Краснодар» будет играть в Саратове 6 февраля с Протоном. С местным Протоном. Касание пальцев апеллируют Одинцовские волейболистки. Было, но нет. Судьи не фиксируют касание блока. Не удалась атака Марине Дебровой. Видим, расстроена молодая волейболистка Одинцова. Татьяна Кошелева отправляется подавать. Заслуженный мастер спорта. Чемпионка мира. Прославленная наша волейболистка. Будет подавать в Анастасию Бавыкину. Все подачи в этом матче пока летят в направлении Анастасии. Неудобная была передача Натальи Малых. Тем не менее рисковала Наталья. Восьмой номер диагонально Одинцова. Светлана Крючкова нам ее показывает. Контролировала свою линию, свою зону. Не попал в мяч. В поле недоволен Вадим Панков. Действуем из своих подопечных. Счет сравнялся 5-5. Татьяна Кошелева подает. Анастасия Бавыкина. Атака с четвертой зоны на Марину Деброву. Наталья Малых. Страхует Одинцовские волейболистки. Умергался обманный удар Марине Дебровой. Пыталась она скинуть. Сейчас. В предыдущих матчах в стартовом составе начинала Ирина Воронкова. У Заречья. Сейчас Вадим Панков решил дать шанс Марине Дебровой. Очень косо. Очень круто. С точки зрения траектории нападает Марина Деброва. Мяч практически вдоль сетки. В ходовом направлении сейчас направлялся. И сама же Марина идет подавать. Счет 6-6. 15-й номер. Марина Деброва. Люба Соколова. Хороший прием. Атака с четвертой зоны. Анастасия Павыкина. Доигровка. Подпускную зону. Точным кистевым ударом. Анастасия направляет мяч. 7-6. Опять очередная атака с четвертой зоны. Мы ждали здесь Фернандо Рай. Одинцовские волейболистки. Не обращала Екатерина Ефимова внимания на первый темп Краснодара. В итоге двойной блок. Эффективный. В исполнении Одинцова. 8-6. Первый технический перерыв. Анастасия Павода. Интересный складывается у нас матч Сейчас команда Динамо Краснодар пока ищет Ищет свою игру, ищет свой настрой Речь же Одинцова традиционно с первых розыгрышей Показывает свой юный молодецкий задор И желание побеждать в каждом розыгрыше, в каждом игровом эпизоде Продолжает подавать Марина Деброва 8-6 Любовь Соколова принимает Атака первым темпом Серегли сейчас Марину Марюхнич Екатерина Ефимова ждала эту передачу Поднялась вовремя Центральная Краснодара И одиночный блок 9-6 Марина Деброва подает Светлана Крючкова Передача будет в шестую зону На Татьяну Кошелеву Пайп в ее исполнении 9-7 7-9 Марина Марюхнич Центральный игрок Инамо Краснодар отправляется подавать Марина Марюхнич восстановилась после травмы Была у нее проблема с ахиллом сухожилием Сейчас Должно быть позади Уже играет Марина Розыгрыш, длинный розыгрыш Сейчас мы увидим И вот очередная атака Пайп Скидка Скидка в общем-то Читаемая Но не смогла Марина Деброва Хотя увидела Увидела ее Не смогла поднять Скидку от Татьяны Кошелевой Счет сохраняется Вот мы видим За блок скидывала Марина Но не Татьяна Марина не сориентировалась Своими движениями Анастасия Бавыкина На двойном блоке Очень уверенно Спокойно Надежно В ход Лидер атак за речи Екатерина Ефимова подает Десятый номер Одинцовской команды Центральный игрок Фернанду Гарай Два на Любу Соколова И в антенну мяч попадает Не получается Пока игра Любы не идет У нее С первых мячей Не заладилось немного Но Первая партия Напомню В нашем матче 11-8 Впереди Впереди Заречья Одинцова Острая подача Острая подача Екатерина Ефимовой Исправляется Фернанда Гарай Первая ошибка Сегодня На На приеме Константин Ушаков Главный тренер Заречья Одинцов Извините Динамо Краснодара Вперед Перерыв Чтобы немного Мы видим Константин Ушаков Обращался Сейчас Фернанди Гарай Подсказывал Какие-то нюансы По поводу приема Попытался С этим Перерывом Сбить настрой Одинцовских Валиболистов Сбить темп В первую очередь Игры Константин Мы посмотрим Как это у него получилось Прием Отличный Доигровка У Краснодара Запек За голову Ирина Фетисова Останавливает Атаку Другой Соколовой Центральный Игрок Одинцова Не сразу же Переместилась Она В зону Атаки Во вторую зону 13-8 13-8 Одинцовская Заречья Отрывается Уходит вперед Хороший прием Очередной Но тем не менее Контратака У Одинцова Есть шанс Сейчас У Анастасии Балыкиной Закончить Этот розыгрыш Этим Она и воспользовалась Отличный Удар Мимо блока Широко Была Открыта Линия И Анастасия Вот мы видим Очень много Линии Было открыто Кач был узкий Анастасия Точным переводом Перевела мяч В пустую зону Романда Горая Не справляется С очередной подачей Видимо Видимо Что этот игрок Не совсем Уверенно Чувствует Себя На приеме И второй перерыв Вынужден взять Главный тренер Динамо Краснодар Константин Ушаков 15-8 15-8 На подаче Одинцовского клуба Если я не ошибаюсь Четыре очка Уже набрано В этой В одной расстановке Екатерина Ефимова Продолжает подавать Фернандо Горай Не справляется С приемом Сама же будет Атаковать В четвертой зоне Двойной блок Атака В ход И выигрывает Очко для своей команды Бразильская Бразильский легионер Клуба Динамо Краснодар Фернандо Горай Номер 16 86-го года Рождение Эта волейболистка 179 сантиметров Ее рост До игровки Не получится Перебрасывает мяч Светлана Крючкова Есть возможность Сыграть первым темпом Но не получается Не получается Передача Не поняли Сейчас друг друга Волейболистки Одинцова Ирина Фетисова И Вольга Ефимова Не получилась Контратака Хотя Очень Хороший был момент Для того Чтобы сыграть Первым темпом Не будет Первого темпа Атака С шестой зоны Наталья Малых Это Пожалуй Вторая атака Ее в этой партии Сегодня Но Вольга Ефимова Остро Атакую Сбрасываю Связующий игрок Шестнадцатый очко Зарабатывает для своей команды Второй технический таймаунт Шестнадцать десять Шестнадцать десять Впереди Заречья Одинцова Техническая заявка Заречья Одинцова На сегодняшний матч Выглядит следующим образом Первый номер Ольга Ефимова Второй номер Галеева Алла Либера Третий номер Бавыкина Анастасия Доигровка Седьмой номер Романенко Екатерина Вторая Либера Восьмой номер Малых Наталья Диагональный игрок Ефимова Екатерина Номер десять Центральный игрок Борчук Анастасия Игрок молодежной команды Нашей молодежной сборной страны Одиннадцатый номер Ирина Фетисова Тринадцатый номер Ирина Юлия Меркулова Четырнадцатый номер Марина Деброва Пятнадцатый номер Шестнадцатый номер Серебрянникова Вера Семнадцатый номер Спирска Эта Ангелина Восемнадцатый номер Воронкова Ирина И девятнадцатый Бергачева Аллада Перерыв закончился Второй технический перерыв Подошел к концу Ольга Ефимова подает Атака За голову Фаст Быстро Наталья Дианская Сейчас нападала Темповую передачу По линии Не смогла Екатерина Романенко Обработать этот мяч Одиннадцать шестнадцать Фернандо Горай Будет подавать В составе Краснодарского клуба Этот игрок Играет первый сезон Игрок сборной Бразилии Темповая передача В четыре На Наталью Малых Не получается у нее Пробить блок Краснодара Татьяна Кошельва Будет Перебрасывать мяч Доигровка Анастасия Повыкина Со второй зоны Пыталась Косо Достаточно косо Сыграть Анастасия Но Не получился удар Мяч попал в трос И уже Вадим Панков Вынужден взять тайм-аут Чтобы не растирать То преимущество Которое заработали Доволен действиями Сыграет подопечник Вадим Панков Хотя в перерыве Обратите внимание Уважаемые зрители Он этого не показал Абсолютно успокоил девушек Подбодрил Настроил их на дальнейшую борьбу Об этом и заключается Искусство тренера Режистировать, регулировать Эти невидимые нити Психологические Прекрасная атака Первым темпом Сейчас проходит Заречья В этот раз Все было здорово Все получилось Хорошо пришла Ирина Фетисова И на хорошей высоте Обработала мяч Хорошая линия атаки Сейчас у Адинцова Связующий игрок На заднюю линию Анастасия Бавыкина подает Три нападающих Адинцова впереди У Краснодара два Вынуждены играть За голову Адинцова сейчас Бразильская связующая Поэтому ждали Ее там Ждали Поскольку два нападающих Сейчас Ждали Наталью Дианскую Блокирующей Заречья А Фернандо Кира не смогла Постраховать Анастасия Бавыкина Продолжает подавать 18-13 В первой партии Впереди Заречья Адинцова Будет возможно Сейчас для доигровки Марина Деброва Татьяна Кошелева Оттянувшись Передней линии Достала мяч Защителю Басоколова Отдает мяч На сторону Заречья И Наталья Малы Очередной Затяжной розыгрыш Татьяна Кошелева На тройном блоке Глубоко По задней линии Выигрывает 13-е очко Своя атака Татьяна Кошелева 13-е очко Для своего клуба Наталья Дианская Наталья Дианская Будет подавать 17-й номер Центральный игрок Динамо Краснодар Наталья Малы Мяч уходит Вернее первый раз Выходит Но традиционно Она Так выступала Начинала в старте Последние игры Поэтому Ирина Воронкова Меняет Марину Диброву Не все получилось В этой молодой Волейболистке Сразу же Подача идет От нее Отправляется С приемом Наталья Малых На одном блоке Не забивает Татьяна Кошелева Ирина Воронкова Ирина Воронкова Первый Первый свой Нападающий удар Делает с земли И не получается У нее В аут Мяч уходит Вадим Панков Вынужден взять Тайм-аут Обратите внимание Уважаемые зрители Еще раз Обращаю ваше внимание На то Как вел себя сейчас Вадим Анатольевич Панков В перерыве С каким Спокойным И доверительным тоном Он общался со спортсменками Как пытался их успокоить И указать спокойно На их ошибки Хотя я думаю Что внутри У тренера все кипело Но вот в этом и есть искусство Для того чтобы Нужным именно способом Настроить игроков на борьбу Не всегда Крик Это Путь к успеху Крик со стороны Наставника Тем более В такой игре Он прекрасно понимает Будет опытным тренером Что Одинцовские волейболисты Молодые Могут выбрать У такой команды Как Динамо Краснодар Только на кураже Имея определенный Психологический настрой Тем не менее Продолжается наш матч 20-17 Фабиола сейчас пыталась Мяч перебросить Не получилось У нее атака Замена связующей происходит Водинцова Вера Серебренникова Выходит На переднюю линию Ольга Ефимова Ушла с площадки Наталья Малы Будет подавать Атака в первую зону Практически на чистой сетке Хорошо очень сейчас Вывела свою нападающую Связующая Краснодара Фабиола И Фернандо Горай Уверенно в первую зону Темповая атака Пайпом Мы видим На чистой сетке Забила Этот мяч Татьяна Кошелева 18-20 Атака Пайпом Не совсем Хороший был прием Тем не менее Вера Серебренникова Связующая 16-й номер Заречи рискнула Наталья Малых Удачно реализовала Эту атаку 21-18 Концовка Ирина Воронкова Подача в прыжке Не получился У нее подброс Как результат Как результат Проигранное очко 19-21 19-21 Марина Марюхнич Четвертый номер Центральный игрок Краснодара Будет выполнять Подачу Не удалось Защите мяч Обработать Марина Марюхнич Подает на Екатерину Романенко Анастасия Бавыкина С четвертой зоны Досадное очко Теряют Одинцовские волейболистки Мяч падает Просто так Не разобрались Кто будет страховать Вадим Панков Возвращает свою Связующую Которая начинала Эту игру Ольга Ефимову Возвращает на площадку Разрыв сократился До минимума 20-21 Впереди Заречья Анастасия Бавыкина Четвертой зоны Уверена Очень косо получается Атака у Анастасии Не первый раз Она уже Нападает В эту зону Мы видим Практически Три метра На двойном блоке Уверена Анастасия Забивает Екатерина Ефимова Выполняет Подачу Капитана Крючкова Не справляется С приемом Ольга Ефимова Забивает Переходящий мяч 23-20 Удалось Немножко наладить Игру Одинцовским Волейболистам После некоторого Срыва Когда Краснодар Подобрался Вплотную Сейчас Разрыв Поставляет Три очка 23-20 Любовь Соколова Очень Эффективна Со второй зоны Забегом С одной ноги Между блоком Разрыв Шестую зону Сильно Атакует 21-23 Не успевал Центральный Игрок На одном блоке Практически Нападала Люба Она же будет выполнять Подачу Хороший прием Атака Первым темпом Ирина Фетисова Сыграла Комбинацию Фаст Забег за голову Практически Самые антенны Высоко Хорошо По темпу Получилась Эта перетача Ольга Ефимова Ирина Фетисова Уверенно Забила этот мяч 24-21 Сетбол За речь Ольга Ефимова Подает Хороший прием Фернандо Горай Сбрасывает Достают Одинцовские Волейболистки И будет сейчас Розыгрыш Доигровки У Краснодара Отличная Самоотверженная Игра в защите После атаки Татьяны Кошелевой Не получится Сейчас атака Есть возможность Организовать Доигровку Атака Передача в 4 Анастасия Повыкина На двойном блоке Зарабатывает 25-й очко За речь Выигрывает Первую партию В этой игре Со счетом 25-21 25-21 С таким счетом За речь Одинцова Первой партией Побеждает Динамо Краснодар И счет становится Встреча 1-0 В эти минуты Уважаемые зрители Проходит Также встреча Воронеже Где местный клуб Воронеж Принимает Уралочку Там тоже Закончилась Первая партия Счет 25-18 Впереди Воронеж Динамо Казань Принимает Протон В Казани Саратовский Протон Счет 25-11 Впереди Динамо Казань После первого Сета Повторю Что уже Прошло У нас Два матча Сегодня В рамках Розыгрыша 13-го тура Женской Суперлиги А Мишка У себя дома Проиграла Динамо В Москве 2-3 И Автодормитар Также у себя дома В Челябинске Выиграл У Ленинградки Со счетом 3-2 Динамо Краснодар Один из старейших Клубов С Очень интересной Историей Один из старейших Клубов Которые сейчас Представлены В нашей Суперлиге Дебют команды Состоялся В далеком 46-м году В разные годы Команда По-разному Выступала В 70-е В 60-е В 80-е Не несу статистику Сейчас, уважаемые зрители Мы продолжим Об истории Немного Сейчас, одну секунду Извините, технические неполадки 71-й год Для команды Из Краснодара Был Самый успешный В советских Чемпионатах В чемпионатах СССР 6-е место Эта команда Заняла Дальше Дальше были Разные годы В чемпионате России Команда Дебютировала Краснодарская Динамо Дебютировала В 93-м году В 93-м году В 2009 году Команда Вернулась В Суперлигу И сразу же Сразу же Заявила о себе Достаточно Уверенно И амбициозно На сегодняшний момент Динамо Краснодар Двукратный обладатель Кубка России 94-го 2014 года Напомню вам Уважаемые зрители Что команда Из Краснодара Выиграла Розыгрыш Кубка России Который проходил Перед Новым годом В Краснодаре В драматической борьбе В финале Победив команду Амичка Из Омской области Итак Кубок России 94-й 2014 год Обладатель Европейского Кубка Вызова 2013 года Бронзовый призер Чемпионата России Два года подряд Команда Становилась Бронзовым призером 2010-2010 2009-2010 И 2010-2011 Годы Ну а у нас Началась Вторая партия Матча В Одинцово Между местным Заречья Одинцова И Динамо Краснодар Счет 1-0 Впереди Впереди Одинцова Скидка 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 Фигарай Не проходит Наталья Малых Наталья Малых Сейчас Нападала На двойном блоке Наталья Малых Субтитры делал DimaTorzok 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 Впереди 8-7. Напомню вам, что счет по партиям 1-0. Впереди Одинцова. 25-21. С таким счетом закончилась первая партия. Напомню вам, уважаемые зрители, что «Динамо Краснодар» участвует также в розыгрыше Европейского кубка. И следующей командой, с которой предстоит сыграть краснодарским волейболистом, будет французский «Нант». Матчи пройдут с 3-го по 12-е марта в Краснодаре и в «Нанте». Закончился технический перерыв. 8-7. Марина Марюхнич подает. Ирина Воронкова. Хороший прием. Атака пайп. Уверена, Наталья Малых. Практически без блока. Сейчас полплощадки было открыто у Натальи для нападения в первую зону. Уверена, Наталья забивает этот мячик. Ирина Ефимова подает. Будет подавать. Не получается подача у Ефимовой. Выходит Фабиола на переднюю линию Краснодара. Сейчас два нападающих на переднюю линию Краснодара. Любовь Соколова будет подавать. А нам покажут одинцовских волейболисток. Сейчас уже. Люба Соколова выполняет передачу. Подачу. Очередная доигровка Краснодара. Или подскальная нападала. И она же еще раз нападает. Выигрывает для Краснодара десятое очко. Эмоционально радуясь. И заводя своих партнерш по команде. Первый раз передача была шире к антенне. Сейчас прямо практически за головой. Немного не ждали. Блокирующая Одинцова. Такой траектории. Скидка в исполнении Анастасии Павыкина. Несогласные волейболистки Краснодара. Мне тоже показалось, что мяч не касался площадки. Третьим касанием Светлана Крючкова. Его перебросило на ту сторону. Но тем не менее суди фиксирует касание площадки. И девятое очко как результат в активе Заречева. Во второй партии Ольга Ефимова подает. Доигровка у Одинцова. Анастасия Павыкина выполняла нападающий удар. А здесь Татьяна Кошелева. Нападая наступила на трехметровую линию. Судьи зафиксировали заступ. И счет сравнялся. Десять-десять. Десять-десять. Вторая партия Ольга Ефимова подойдет. Фернандо Горай готовится принять этот мяч. Тем не менее подача идет в Любу Соколову. Фернандо Горай на прямом блоке не справляется. Он с блоком подмосковных волейболисток. 11-10. Одинцовские волейболисты выходят вперед. Крайным блоком сейчас закрывали Фернандо Горай. Одинцова. За речью Одинцова. Один из немногих клубов. Очередной блок Ирины Фикисовой. Один из немногих клубов, которые стараются играть по модели нашей национальной сборной. Стараясь ставить три блока, когда это возможно при любой удобной ситуации. Закончился перерыв, который брал Константин Ушуков, главный тренер Краснодара. Счет 12-10 впереди. Впереди Азаречий Одинцова. Ольга Якимова подает. Интересная очень передача сейчас получилась у Фабиолы. Практически без блока. С первым темпом. Длительный розыгрыш. Темповая передача в два. Наталья Малой. 13-10. 13-10. Продолжает свое наступательное давление оказывать Одинцовские волейболисты на Краснодарский клуб. 13-10. Ольга Якимова подает. Есть возможность для доигровки. Первый темп. Не смогли достать сейчас скидк Ирины Фетисовой. Защитники Динамо. 14-10. Увеличивается разрыв. Небольшая пауза. Связана с тем, что протирали пол. Помощницы. Воспитанцы мед. Детской спортшколы. 14-10. Светлана Крючкова хороший прием. Атака пайпом шестой зоны. Фиксирует очередной заступ Татьяны Кошелевой. Из шестой зоны. Замена. Мы видим в составе Краснодара. Русир Кальдерон. Выходит вместо Татьяны Кошелевой. Пытается как-то заменами сбить сейчас темп игры. Константин Ушаков. Главный тренер Краснодара. Кальдерон Рассир. 84-го года рождения. 190-садиметровый рост. Этот игрок недавно стал счастливым обладателем российского гражданства. А сейчас выступает в чемпионате нашей страны как натурализованный игрок. То есть игрок, который натурализовался и получил российское гражданство и может выступать не как легионер. Фернандо Горай выполняла подачу. Наталья Малы на двойном блоке. Уверена в линии. Радости Натальи нет предела. Сейчас хорошее настроение. Воденцовских волейболисток. 16-11. Второй технический тайм-аут. Существует, уважаемые зрители, определенная процедура, когда любой спортсмен при согласии национальных федераций, той федерации, в которой он непосредственно приписан, имеет лицензию федерации, куда он переходит, той страны, куда он переходит, и международной федерации волейбола. При согласии этих трех федераций и его личном, естественно, согласии, может поменять помимо гражданства и получения паспорта, еще и спортивное гражданство. И стать игроком, который может выступать в чемпионате другой страны, как игрок местный. Но, тем не менее, не существуют ограничения. Не более одного игрока может быть в составе команды натурализованного и в сборной команде страны тоже натурализованный игрок. Может быть, только с таким статусом, может быть, только один. Закончился второй технический тайм-аут. 16-11, впереди Одинцова. Прекрасная атака первым темпом. Радуются Одинцовские волейболисты. Все у них получается в центре сетки. Мы видим Ирина Фетисова. И атакует, и как результат успешно действует на блоке. Владислав Фадеев, ответственный за женский волейбол. В нашей федерации присутствует на матче. И Сергей Анатольевич Цветнов, который сейчас возглавляет команду ИСКО. Анастасия Бавыгина продолжает подавать. Не получается организовать атаку Краснодара. Будет возможность доигровки. Опять первый темп, и опять удачно. Ирина Фетисова продолжает набирать очки для своей команды. 18-11. Счет становится во второй партии. В некотором замешательстве находится волейболистка Краснодара. И понимает, а Константин Ушаков, главный тренер команды Динамо, вынужден взять тайм-аут. Закончился перерыв. 18-11. Впереди Заречья. Не просто складывается матч для титулованной команды Краснодара в Заречья сейчас. Но тем не менее, я думаю, что вся борьба впереди. Вся борьба у нас впереди. Несмотря на то, что сейчас поймали Кураж Одинцовский волейболистский. Вот. В деле мы видим Рассир Кальдерон. Рассир. По национальности Курбинка. Выступала она много лет за сборную клуба. Сейчас играет Динамо-Краснодар. Наталья Дианская выполняла подачу. Получается сейчас атаку Рассир Кальдерон. Наталья Малышко останавливается у Визави из Краснодара. 19-12. Счет становится в этой партии. Ирина Фетисова отправляется подавать. Фабиола сейчас во второй зоне. Два нападающих на передней линии. Тем не менее, Марина Марюхнич сразу же с первой же передачи справляется со съемом. Забивает. И Фабиола отправляется подавать. Хорошая линия на блоке сейчас у Краснодара. Любовь Соколова, Марина Марюхнич Рассир Кальдерон. Три высокорослых волейболистки. Ирина Воронкова удачно по линии на двойном блоке отрабатывает свою передачу. 20-13. Вера Серебряникова выходит. Серебряникова на площадку. Вместо Ольги Ефимовой выделим эту замену в первой партии. Видимо, это плановая замена Вадима Панкова. Наталья Малых подает. Хороший прием. Атака первым темпом. Будет возможность для доигровки. Весокая передача в четыре. Ирина Воронкова не стала нападать. Обманным ударом зарабатывает 21 очко. Довольно одинцовские спортсменки. Все у них получается сегодня. 21-13. 21-13. С одним счетом Заречья ведет во второй партии. Не получается прием у Фега Рай. На этом блоке у Любовь Соколова. Возможность для доигровки. Анастасия Бывыкина рисковала. Рисковала. Пыталась ударить сильно. На мяч ушел в аут. 14-21. Кальдерон будет выполнять подачу. Подача в прыжке. Сбитый прием. Атака с 4. 4 с высокой передачи. И доигровка у Краснодара. Краснодара попадает Кальдерон в площадку из 6-й зоны. 15-21. 15-21. Несмотря на то, что тройной блок пытались ставить Юлисовский в любополистике. Пол площадки было открыто. Увидел это Кальдерон и направил мяч в пустую зону. Очередная доигровка будет сейчас у Краснодара. Любовь Соколова на катом отправляет мяч на сторону Заречья. 22-15. 22-15. Ирина Воронкова удачно вышла на место Марины Дебровой. В первой партии оставил Вадим Панков Ирину. Во второй партии отказалась от традиционной своей подачи в прыжке. А Любовь Соколова со второй зоны зарабатывает атакой 17-е очко. 16-е, извините. 16-е очко для своей команды. Наталья Дианская вернулась на площадку. Юлия Подскальная уже не играет. Трое нападающих у Краснодара. Анастасия Бавыкина из четвертой зоны в двойном блоке ударом по линии 23-16. Екатерина Ефимова будет подавать центральный игрок Заречья. Ищет Константин Ушуков вариант и пытается он своих игроков расшевелить. 17-23. Хорошая темповая передача в двойку. Любовь Соколова ударом по линии практически на одном блоке. Не успели там выстроить полноценный блок Одинцовский и волейболистский. Люба практически без блока нападала. 17-23. Она же подает. Ирина Воронкова принимает. Наталья Малых. Неразбериха сейчас была в рядах Одинцова. Наталья Малых не смогла справиться с передачей Веры Селевниковой. И Вадим Панков возвращает свою связующую, которая ведет эту игру с самого начала Ольгу Ефимову на площадку. 18-23. Любовь Соколова будет подавать. Есть возможность для доигровки у Краснодара. 19-23. Наверное, сейчас будет перерыв у нас взят. Да, Вадим Панков берет перерыв, потому что разрыв сокращается. Краснодар набирает обороты. концовка второй партии. 23-19. Впереди Заречья. Ведя 1-0 по ходу игры. Обращался сейчас Вадим Панков к Анастасии Бавыкина. Я думаю, что речь шла о том, что в затруднительном положении на стационарном групповом блоке указывал Вадим Панков на слабые места в обороне Краснодара, куда необходимо скинуть или перевести мяч. Вот мы видим сейчас Анастасия Бавыкина. Опять атака по линии. Закрыли ее там. Очередная доигровка. Сильно вход поменяла направление и удачно поменяла. 24-19 сет-бол. Светлана Крючкова не смогла обработать этот мяч в защите. Сет-бол у Заречья. 24-19. Во второй партии Ольга Ефимова подает. Это Олз. 25-19 2-0 С таким счетом Заречья ведет Заречья ведет у себя дома матч с Динамо Краснодаром. Динамо Казань в эти часы принимает у себя дома в Казани Протон Балакова. Счет 2-0 Впереди Динамо Казань 25-11 25-19 Воронеж Воронеж играет в это же время тоже у себя дома с Уралочкой Счет 1-1 Первую партию выиграл Воронеж 25-18 Вторую партию Уралочка 25-23 Воронеж 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 Ради Воронеж 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 все так же работает Воденцова Нам показывают сейчас моменты второй партии Напомню, что во второй партии Заречья победила с за счетом 25-19 Общий счет встречи сейчас 2-0 Впереди Заречья 25-21 25-19 Таков счет по первой и второй партии в хорошем настроении сейчас находится Одинцовский волейболистский Краснодар уже нужно собирать сейчас все свои резервы все свои силы для того, чтобы по очку пытаться пытаться навязать борьбу своим молодым и амбициозным Бизави Немного хуже во второй партии принимал Краснодар по сравнению с первой партией Узаречья приблизительно те же цифры 32% отличный прием Первой партии 33 во второй у Краснодара 52 и 45 соответственно А в атаке Заречья уверенно переиграла Краснодар 53% против 33 Третья партия началась у нас в Одинцово 1-0 впереди Заречья в третьей партии Анастасия Бывыкина будет выполнять подачу Фернандо Горай Любовь Соколова Атака Пайп Ольга Ефимова в защите Традиционный для женского волейбола была мощная атака Соколовой из 6-й зоны Ольга Ефимова достала сложнейший мяч и мяч падал в третью зону точно наголо Ирине Ирине Фетисова В принципе можно было этот мяч обработать передачей сверху дать передачу или в 4 или в 2 но Ирина Фетисова решила обработать его снизу и мяч после ее касания перелетел на сторону соперника то есть в принципе в женском волейболе культура обработки мяча к сожалению встречается часто в таких нестандартных ситуация 3-1 между тем 3-1 за речи Одинцова впереди в третьей партии не справляется с приемом Фернандо Горай не все судья у нее получается в этом элементе понимая это намеренно грузит эту волейболисту Одинцовские спортсменки 4-1 счет вот очередная подача Фернандо Татьяна Кошелева на треном блоке ваут 5-1 5-1 и замена замена в Краснодаре вместо Татьяны Кошелевой мы видели эту замену во второй партии выходит Рассир Хильдерон номер 12 Фабиола сейчас находится на передней линии два нападающих на передней линии у Краснодара Марюхнич и Кальдерон Марюхнич мы видим играет фаст играет забег за голову 2-5 пытаются пытаются завести себя краснодарские волейболистки пытаются найти эмоции видим что сложно не получается сегодня игра не идет Фабиола не получается без блока Фернандо Горай очень темповую атаку провела с Фабиолой 6-й зоны пайп быстро не выше антенны мы видим мяч поднялся на чистой сетке Фернандо Горай сильно забило итак с протоном в Саратове будет играть Динамо Краснодара Заречи дома будет принимать Автодор Митар из города Челябинска 7-4 7-4 впереди Заречи Ирина Воронкова подает отказалась она сегодня от силовой подачи традиционной для этой спортсменки Наталья Малых очередной розыгрыш Заречи Анастасия Бывыкина на затяге опускаясь играла в крайнюю руку не получилось не получился перевод у Анастасии двойной блок остановил ее атаку 5-7 5-7 Ольга Ефимова сейчас будет пасовать два игрока на передней линии у Одинцова вот еще одна доигровка Екатерина Ефимова нападала в Краснодаре в Краснодаре атака пайп не получает Турасир Кальберон ваут нападает это волейболиста 8-5 первый технический тайм-аут в третьей партии среди воспитанниц краснодарского волейбола много громких имен Валентина Гиенко олимпийская чемпионка восьмого года чемпионка мира девяностого года неоднократно чемпионка Европы Вера Дуенова двукратная олимпийская чемпионка восьмого и семьдесят второго года Наталья Кудреева олимпийская чемпионка восьмдесят второго года Людмила Щетинина призер олимпийских игр Зоя Юсова призер олимпийских игр восьмдесят шестого года то есть мы видим что клуб богатой историей Краснодарская Динамо ну а сейчас сейчас мы возвращаемся в Одинцово заканчивается первый технический тайм-аут в третьей партии 8-5 с таким счетом Одинцова ведет в третьей партии Екатерина Ефимова будет подавать не получается атака у Натальи Дианской первым темпом зону играли эти волейболистки Фабиола и Наталья Дианская но не получилось вот мы видим что немного не в темп была передача и атака не получилась мяч ушел ваут 9-5 9-5 не получается подача у Екатерина Ефимова мяч уходит в аут 6-9 Любовь Соколова отправляется подавать Анастасия Бавыкина и Ирина Воронкова готовятся принять принимать сейчас Любовь Соколова подает Ирина Воронкова прием Анастасия Бавыкина на двойном блоке блок-аут 10-6 не будет атаки с передней линии Русир Кальдова нападал в 6-й зону Афабиола решила не затягивать с розыгрышом и сама со второй передачи атакует сейчас апеллируют Одинцовские волейболистки судьи и речь идет о том что во время нападающего удара Русир Кальдарон по мнению Одинцова Одинцовских волейболисток мяч коснулся троса а не блока и судьи фиксируют блок очко за Краснодаром 7-10 7-10 Фега Рай Анастасия Арина Хитисова продолжает сегодня блестать в центре сетки благодаря старанию Мольне Ефимовой удачная атака первым темпом Анастасия Бавыкина будет выполнять подачу очень мощная атака по линии на двойном блоке Русир Кальдарон высоко и очень атлетично нападает 8-11 Наталья Дианская будет подавать сейчас три нападающих на передней линии у него один соло не получается приема Наталья Малых будет контратака Любовь Соколова переводом есть возможность для доигровки у Заречия Наталья Малых на двойном блоке еще один перевод и Любовь Соколова пытается сейчас заработать это очко долгий розыгрыш очередная попытка Заречия очередной момент Ирина Воронкова от Русир Кальдарона переводит мяч в вау интересный розыгрыш очень важный очень интересный счет сейчас очень напряженный 12-8 могут достать 11-9 и понимая эту ситуацию сейчас Константин Ушуков вынужден тренер Динамо Краснодара вынужден взять тайм-аут закончен 12-8 впереди Одинцова Два нападающих сейчас у Краснодара на передней линии Фабиола Екатерина Ефимова после перерыва не подает 9-12 Фабиола отправляется на подачу высокой передачи 4 на двойном блоке в первом как со стационара Ирина Воронкова вырабатывает очко 13-е очко для своей команды не смогла Светлана Крючкова сейчас этот мяч обработать защита Наталья Малых будет подавать диагональный игрок за речи все подачи сегодня в основном идут в направлении Фернандо Горая есть возможность для доигрышки темповая передача 4 на Любу Соколова но очень дисциплинированно и четко играет Одинцовский волейболист тем не менее блок блок Краснодара останавливает атаку Наталья Малых 13-10 10-13 знаете несмотря на то что не все получается у Одинцовских волейболисток я думаю что эта команда радует своих болельщиков потому что как бы не складывалось по ходу матча игра у этой команды у этих спортсменок они все время бьются и не всегда сложно играть любому абсолютно сопернику поэтому это конечно заслуга в первую очередь Вадима Томкова мы видим Екатерина Ефимова сейчас удачно атаковала 14-10 будет возможно для доигровки Анастасия Анастасия бы выкинут в двойном блоке Екатерина Романенко с Ириной Воронковой сейчас не разобрались кто будет этот мяч доводить связующему игроку Марина Марюхнич подает не получается подача у Марюхнич Светлана Крючкова вместо нее выходит нам покажут Любу Соколова Любовь Соколова вернулась долгое время она играла за границей вернулась в Россию сначала в Одинцова и победы Одинцовского клуба во многом связаны и с ее участием тоже несколько лет выступала Любовь за Одинцовское Заречье выиграла с Одинцовой чемпионат России потом опять уехала Соколова за границу сейчас вернулась и уже второй год выступает в Краснодарском Динамо опытная наша российская волейболистка заслуженного мастер спорта а тем временем счет сокращается 13-15 и Вадим Панков вынужден взять тайм-аут не дожидаясь технического перерыва успокаивает он своих подопечных прекрасно понимает что в первую очередь от психологического настроя зависит во многом результат для его команды сегодня 13-15 Любовь Соколова будет подавать хороший прием сверху редкий прием для женского любого очень редко женщины принимает сверху хотя мне кажется это могло бы им существенно помочь приеме Наталья Малых с 6-ой зоны удачно атаковало и счет становится 16-13 и у нас второй технический тайм-аут 16-13 в передней зарече Одинцова отец и у нас с и у нас не Казань завершается матч подходит своему логическому завершению матч между Динамо-Казань и Балаковским Протоном 3-0 Только что завершился матч 3-0 Победила Динамо Казань Заработала 3 очка Казань у нас сейчас На сегодняшний момент Имеет 36 очков И сохраняет за собой Вторую срочку в турнирной таблице Динамо Москва 31 очко На третьем месте Динамо Краснодар До сегодняшнего матча У краснодарских волейбристок В активе было 28 очков В случае победы сегодня Динамо Краснодар Возьмет 2 очка Уже поскольку 2 партии проиграно 2 очка 30 Очков не сумеет обогнать Московская Динамо Команды сохранят свои позиции В турнирной таблице 16-14 Драйной блок Один слова Станавливает атаку Красивый кардерон 17-14 Становится Красивый кардерон 17-14 Посмотрите, как самоотверженно бьются спортсменки. Какой зажигательный интересный розыгрыш. Очередная атака Краснодара. Размашисто, высоко. Россияр Кальберон в четвертой зоне. По ходу забивает. Зарабатывает 15-е очко. В Краснодаре замены. Выходит на подачу вместо Натальи Дианской Ирина Филиштинская. А на блок вместо Фабиолы выходит Екатерина Кривец, центральный игрок. Отправляется с приемом Одинковский волейболист. Атака первым темпом. Ирина Фетисова удачно атакует сегодня. Высоко, быстро. И отправляется подавать. 18-15. 18-15. Таков счет третьей партии. 2-0 впереди по партиям Заречья-Отинцова. Доигровка. Заречья. Мяч переходит на сторону Краснодара. Любовь Соколова по линии на двойном блоке забивает этот мяч. 16-18. Побиола будет подавать. 83-го года рождения связующая сборной Бразилии и Краснодарского клуба. 81 сантиметра ее рост. Дебют у бразильских волейболисток Краснодара в этом сезоне в России. До этого никогда прежде эти спортсменки не выступали в российских клубах в российском чемпионате. 19-16. Заречья-Отинцова впереди. Хороший прием. Фиксирует касание сетки судьи. У блокирующих Одинцова. 17-19. Напряженная концовка третьей партии. Хороший прием. Ирина Воронкова скидывает, но там ждали уже ее скидку. Есть возможность для очередной доигровки у Заречья. Ирина Воронкова. Мощно, но тем не менее защитники Краснодара на чеку. В третьей попытке удается атака Ирине Воронковой. Удается заработать 20-е очко для своей команды. Не смогла обработать мяч Фернандо Горай. 20-17. 20-17. Ирина Воронкова подает. Светлана Крючкова хороший прием. Атака за головы на Любовь Соколова. За голову передача. Возвращается Дианская на площадку Наталья Дианская. Центральный игрок Краснодара. Марина Маричнича отправляется на площадку подавать. 18-20. Минимальный разрыв. Минимальный разрыв третьей партии. Сейчас очень важное очко будет разыграно, которое... Которое позволит Дианцова оторваться вперед. А Краснодару в случае победы подобраться ближе. Но тем не менее Анастасия Балыкина. Сложнейший мяч. Действительно, Ленисовский и Лоболевский. Анастасия Балыкина ставит красивую, эффектную точку в этом розыгрыше. Переводом в 4 по 4. Зарабатывает 21-е очко для своей команды. Мы видим, мяч упал практически в метре от средней линии. Очень сложно было достать этот мяч. Екатерина Ефимова будет подавать. Центральная блокирующая Одинцова. И получается прием у Соколовой. Очередная доигровка за Речья. Мяч переходит к Краснодару. Фернандо Горая ударом по линии. Обводит двойной блок. 19-21. В Одинцово плановая замена. Вера Сереглянникова вышла на площадку на передней линии. Между Ольгой Ефимовой. А вот подача Любы Соколовой принесла успех краснодарским волейболисткам. 20-21. Возвращает Вадим Панков Ольгу Ефимову. Уходит Вера Сереглянникова. 20-21. Разрыв минимален. Недоволен действием своей связующей. Вадим Анатольевич Панков. Люба Соколова подает. Атака первым темпом. Ирина Федисова сегодня показывает очень хорошие и эффективные цифры в атаке. Практически все получается в этой волейболистке. И блок, и атака. Я считаю, что это заслуга, в первую очередь, Ольги Ефимовой, поскольку с первых мячей стала Ольга задействовать свою центральную нападающую в атаке. И игра сразу же пошла на лату этой центральной блокирующей Одинцова. Не получается атака у Анастасии Бавыкины. Не подстраховали сейчас напарницы по команде свою нападающую. 21-22. 21-22. Не отпускает Краснодар Одинцова. Борется до последнего. Фернандо Горай будет подавать. 16-й номер до игровщицы краснодарского «Динамо». И не получается прием у Анастасии Бавыкины. Не справляется она с нервами. 22-22. Счет сравнялся. Счет сравнялся в третьей партии. Вадим Панков берет перерыв. Ну что, уважаемые зрители, нас ожидает напряженная интересная концовка. Вадим Панков. Действительно, нужно успокоиться. Сейчас сконцентрироваться максимально. Фернандо Горай будет продолжать подавать. Выход из первой зоны у связующей Одинцовского клуба у Луги Ефимовой. Три нападающих на передней линии. И подает Фернандо Горай. Ирина Воронкова. 23-22 на подаче Фернандо Горай. Очередной эйс. Два эйса в концовке. И уже впереди Краснодар. Вадим Панков вынужден выпустить свою вторую защитницу. Владу Дергачеву, которая сегодня в игровой форме, но также вносит функции Либера. Усиливая тем самым прием. 23-22. Фернандо Горай подает. Справились с приемом Одинцовские волейболистки. На одном блоке не удалась атака Натальи Малы. Анастасия Бавыкина. Фернандо Горай не попадает в площадку. Буквально сантиметров. Несколько сантиметров не хватает. Мечу, чтобы коснуться линии. Тем не менее, 23-23. Просмотр сейчас попросил Константин Ушаков. Фиксирует ау. 23-23. 23-23. Возвращается на площадку Ирина Воронкова. Не разобрались там с табличками спортсменки. Три нападающих сейчас. Букареча на блоке. Три высоких просто сблокирующих. Анастасия Бавыкина подает. Хороший прием. Есть возможность для доигровки. Самоотверженная Екатерина Романенко достает мяч Гащити. И Наталья Малык со второй зоны. Привычная для себя второй зоны. Забивает этот мяч. Я бы хотел отметить еще раз повторить действие Екатерины Романенко. Очень важный момент. Посмотрите, мяч очень сложной траектории. Практически возле сетки игрок в задней линии его обработал. И Ольга Ефимова выдала, несмотря на неудобную доводку, острую передачу. И как результат матч-гол у Куба Заречья. Тайм-аут Краснодара. 24-23 впереди Заречья Одинцова. Матч-гол на подаче Анастасии Бавыкиной. Непряженная концовка перед нашими глазами. Анастасия Бавыкина подает 24-23. Переходящий мяч. Ирина Воронкова его не забивает. Ройной блок. Останавливает потаку Рассиркуль-Гору. И матч завершается со счетом 3-0. Со счетом 3-0. В третьей партии Заречья побежали со счетом 25-23. Я напомню вам, уважаемые зрители, что по результатам сегодняшнего тура тройка команд лидеров не изменилась. На первом месте осталась Динамо Казань. На втором Динамо Москва. На третьем Динамо Краснодар. На этом наша трансляция подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Смотрите волейбол. С вами был Егор Ноздрин. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»